Демо Реал Ситуация в Европе остается весьма шаткой. Еврозона находится в рецессии. Еврокомиссия вновь объявила о снижении прогноза по ВВП в 2013 году, заявив при этом, что очень обеспокоена перспективами региона. Действительно, весь позитив определяется пока только словами и планами. Однако невозможно долго стабилизировать экономику на таких факторах. Рецессию нельзя устранить решениями многочисленных саммитов и подписанием пакетов бумаг. Экономика США на этом фоне выглядит гораздо предпочтительнее, поскольку она уже встает на путь устойчивого экономического роста, благодаря мерам, которые уже предпринимаются, а не обсуждается лишь целесообразность их применения. Новая неделя для евро может начаться на позитивной ноте. В понедельник рынок ждет решения по предоставлению Греции очередного финансового транша. Скорее всего, активной реакции не последует, даже в том случае, если решение будет подтверждено выделением денег. Просто вероятность позитивного исхода давно уже заложена в курсовую стоимость валюты. Поэтому после краткосрочного всплеска оптимизма можно ожидать новое снижение единой валюты. Исходя из этого, а также основываясь на выводах технического анализа, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем возобновление и снижение пар к целевым уровням 1.29.45, 1.29, 1.28.74, 1.28.25, 1.28, 1.27.62, 1.27.36 и нет. Вместе с тем, учитывая сложившийся на рынке в конце прошлой недели позитивный интерес к покупкам евро, не исключая вероятность первоначального подъема пары в ценовую зону 1.3020-1.3090, а уже затем разворот и снижение евро-доллара к вышеназванным ценовым уровням. Однако такой вариант станет актуальным только в случае пробоя вверх уровня 1.3020 и закрепления валюты над ним. А что ожидает пару фунт-доллар? Опубликованный на прошлой неделе в Великобритании отчет по промышленным трендам со всей очевидностью подтвердил, что сектор обрабатывающей промышленности страны демонстрирует признаки усиливающейся рецессии. В этих условиях рано говорить о стабилизации британской экономики. Тем не менее, позитивные факторы все-таки присутствуют и здесь. Великобритания, в отличие от еврозоны, не находится под угрозой развала и не обсуждает по полгода неотложные проблемы. Протокол последнего заседания Банка Англии подтвердил, что у финансового руководства страны нет даже настроя на смягчение монетарной политики. Таким образом, базовый уровень экономики в Великобритании несколько отличается от европейского. Страна хоть и не демонстрирует признаки роста, но и не переживает кризис. В этой ситуации обращаем основное внимание на технические факторы, формирующие ценовое движение. Фунт все еще находится под действием восходящего импульса. Однако волновая структура и технические индикаторы сигнализируют о скором развороте пары и возобновлении нисходящей коррекции. Учитывая это, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем завершение подъема пары вблизи текущих ценовых уровней. Далее ожидаем разворот курса британской валюты на снижение к целевым уровням 1.59.86, 1.59.28, 1.58.84, 1.58.27 и 1.57.73. Достижение вышеназванных целей может привести к новому развороту и подъему пары фунт-доллар в следующем цикле восходящего движения. Целями этого движения станут ценовые уровни 1.60.60, 1.61, 1.61.65 и выше. Большое спасибо, Владимир. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.